Приветствую вас, Елена. Давайте разберем ваш вопрос. Начнем с того, что, вы знаете, вот по ходу чтения вашего текста у меня возникало достаточно стойкое чувство, стойкое ощущение, что вы как будто бы как будто бы не самостоятельно, что ли. Вот примерно такое ощущение у меня возникало. Вот, это ощущение незамостоятельности, некоторой невзрослости, некоторой тревожности, ну относительно вот именно себя. Вот, это мне видится таким достаточно серьезным моментом для вас. В том плане, ну вот именно в плане того, что это общий показатель вашего состояния, как мне кажется. И, соответственно, на это нужно обратить внимание, да? Вот. Это может быть работа с личными границами. Это может быть работа с уверенностью в себе, со страхом, ну, например, со страхом сказать нет, со страхом остаться, например, одной и так далее. То есть вариантов, вариантов здесь, ну, наверное, хватает. Вариантов здесь хватает. Вариантов здесь достаточно. Вот. Важно, конечно, немножко другое, да? Важно, чтобы вы вот как-то сами для себя, да, подумали бы, поняли бы, чего вам хочется, чего вы хотели бы и так далее. Но пока ситуация вот такая, пока ситуация будет такой, ну, вам будет немножко, конечно, сложно, вам будет сложновать двигаться по направлению к, ну вот тем целям, которые вы себе поставили. Собственно, вы себе никаких целей не поставили, потому что в вашем тексте как таковой вопрос отсутствует, его нет. Именно вопрос текст. Есть проблема более-менее ясна. А вот вопросы, к сожалению, вы не задаете. Ясна. А вот вопрос, а вот вопрос, как бы сказать, даёт некоторую, некоторую такую нацеленность, некоторую такую направленность может быть на решение проблематики. Так. Следующее, значит, теперь пройдёмся по тексту. Как поступить в этой ситуации? Спрашиваете вы? Сказалось бы. Сказалось бы. Да? Сказалось бы. Это вопрос. Как поступить? Но, довольно возникает другой вопрос. Как поступить, чтобы что? в зависимости от того, что вы хотите получить, и будет строиться ответный образ. Сейчас. Если вы хотите угодить всем, а я так вот предполагаю, что именно этому вы хотите угодить всем, то я вам могу сразу сказать, сразу могу сказать, что сделать это не получится, не получится. В принципе. Всем угодить невозможно. Абсолютно. И кто-то всегда будет недоволен, всегда будет неудовлетворен вашим выбором, вашими поведениями, вашими действиями. Вот. Важно, чтобы вы были уверены сами в том, что делаете. Есть у нас есть трудность, потому что, как я сказал, вы достаточно не самостоятельны, из-за того, что вы недостаточно, на мой взгляд, самостоятельны. Из-за этого вам крайне сложно, значит, действовать вот в таком примерном ключе. Вам крайне сложно двигаться в направлении того, чего именно вам хочется. Ну, это, кстати, опять же, это вполне вполне нормально, это вполне естественно здесь. Вот. Поэтому, как поступить, ваш вопрос, к сожалению, не корректно. Да? Как поступить, чтобы что. Это, в принципе, такой более важный момент. Да? Как поступить, чтобы что. что-то. Следующее. Далее, в конце своего, в конце своего текста, вы спрашиваете, точнее просите нас дать вам совет. И здесь еще один момент, что психологи советов не дают. Мы можем помочь вам разобраться в себе, но мы не можем. Это было бы неэтично с нашей стороны давать вам советов. То есть, брать на себя ответственность за то, что вы сами делаете. Сами можете дать здесь, например. Это был бы, ну, насколько говоря, неэтично по отношению к вам. Вот. Дальше. Почти около года назад. Добрый день, меня зовут Елена, мне 30 лет. Начинаете вы свои вопросы. Я бы хотел здесь вас спросить. Имеет ли для вас значение возраст? Потому что, как мне показалось, ваш возраст для вас какое-то вот значение имеет. И соответственно, если возраст какое-то значение имеет, то нужно вам помочь эту проблему разрешить. Потому что, если, например, вас будет отвлекать, оттягивать проблематика вашего возраста, вот, что, ну, как бы вот такую текущую проблему, такую, например, вы не решите. Дальше идем. Мои родители развелись год назад проживая относительно счастливой жизни. Ну, я думаю, что вряд ли вы будете полностью полностью отрезать тот факт, что, если бы у ваших родителей все было бы хорошо, да, то они не решили. Поэтому давайте, наверное, все-таки будем более честными и скажем, что какие-то проблемы у ваших родителей всегда вероятно существовали. Просто, может быть, они их скрывали, они с ними умирились, вот, но в какой-то, какой-то момент устали это делать и вот в итоге развелись. Вы, конечно, об этом не пишете, но я рискну предположить, что вам это достаточно болезненно. Воспринимается, что они развелись. Вероятно, вы чувствуете себя, ну, не самым лучшим образом. Я так думаю. Вероятно, вы чувствуете себя несколько потерянно, несколько брошены, возможно. Ну, это именно что возможно. Это именно что возможно, это не факт, что это так. Я не хочу сейчас как-то вот наверняка утверждать, значит, ну, какие-то вещи, да, не хочу, что именно вот наверняка это утверждать. Хотел бы просто, скажем так, ну, может быть, просто предположить пока что. Пока что это, мне кажется, было бы достаточно. Значит, именно, просто предположение. Вот. Значит, родители развились, пешкивые. Сразу после развода были собраны папу вещи, папу, папу вещи, он приехал к женщине, которая, собственно, его увела из семьи. Ну, здесь я могу сказать, что это не совсем так. То есть, вообще говоря, есть большие подозрения, большие сомнения относительно того, как кто-то может кого-то увезти из семьи, ну, вообще откуда-то, кто-то, кто-то, как кто-то может кого-то откуда-то увезти. Есть некоторые, по мне, честно говоря, потому что, если человек не хочет, если человек не хочет куда-то уходить, он, ну, собственно, он и не будет куда-либо уходить. А если человек уходит, значит, что что-то его не устраивает. И если его что-то не устраивает, то, ну, как минимум, наверное, на эту тему уже стоит порассуждать. Что может не устраивать человек, что может его не удовлетворять. Нет, я понимаю, что достаточно просто обвинить мужчину в том, что она убила, значит, мужчину в семье. Нет, 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 это было решением вашего отца, даже если вы с этим не согласны. Это было решение вашего отца. Да, и с точки зрения, с точки зрения психологической гигиены, скажем так, я бы сказал, что решение это, как говоря, не лучше для него, потому что проблематика, которая есть у вашего папы, она никуда не девается. Она никуда не уходит с его, грубо говоря, с переездом, вот, она никуда не исчезает. Вот, с переездом, значит, ну, к другой, например, женщине, она никуда не исчезает проблематика, она остается. И вполне может быть, что ваш отец, он повторит те же ошибки, что он делал с вашей мамой. Те же самые ошибки повторит. Вот, просто потому, что, извините, это, так сказать, сценарный модель поведения, это модель поведения, которое повторяется из раза в раз, это модель поведения, которое, ну, пациентом вашего папы находится, вот, и ваш отец, он, ну, не свободен от этой модели поведения. Вот, ну, то, что вы говорите про отсутствие, вот, в какой-то степени ответственности от вас за то, что произошло, может быть, конечно, вы имели в виду другое, и вы можете сказать, что я сейчас придираюсь к словам, я не буду с вами спорить, потому что, может быть, вы для себя правы. Но если вы что, говорите, что отец вашего отца увели, вот, то извините, но ваш отец сам, он, скорее всего, думает, примерно, таким же образом, вот, он думает, примерно так же, что его увели, вот, и сам он, ну, вообще говоря, не причем от этого ситуации. Если так, то это очень, ну, это достаточно серьезно и проблематично, проблематично, это всегда негативно сказывается на, ну, в целом. На любой активности человек, если вы понимаете, что я имею здесь в виду. Вот. Дальше. Дальше. Следующий. Ну, следующий. Момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Значит, были собраны папе вещи, кем? Были собраны. Мама с ним перестала общаться практически сразу. Значит, меня и мой ребенок сказали, что это твоя дочь и твой внук. Точий внук. Понятно. У вас, ваш ребенок, вам не внук. Вообще-то, тебе никто не запрещал. Ну, а, как бы, я, конечно, уже знаю, как дальше разворачивать ваше история. Вот. Я знаю, что разворачивается она не лучшим образом, несколько. Вот. Но, тем не менее, здесь ваша мама, конечно, достаточно хорошо манипулирует своих, своим, вероятно, чувством обидел. То есть, она, с одной стороны, явно пытается поступить благородно, как ей кажется. С другой стороны, она пытается вынудить вас самостоятельно принять то решение, которое хочет она. Вот. Ну, а, кроме того, что у вашей мамы есть некоторые трудности с выражением своих эмоций, с выражением своих чувств, кроме, кроме, вот, кроме, вот, кроме этих аспектов, я думаю, что, а, а, пока больше сказать мне, наверное, именно по ней нечего сказать, пока больше, по-моему, да, вот. Но, я уверен, я уверен, в том, что она, а, человек, который может какие-то вещи держать в себе, да, и, собственно, эти вещи, как бы, ну, не выражать. Что, конечно, в общем-то, ничего хорошего в этом нет. Вот. Дальше идем. И, наверное, недавно папа сказал, что хочет поехать к своей маме и взять меня с ребенком. Да, я по бабушке очень скучаю, но внутри я тебя отрываюсь надува. Конечно, у меня, с ребенком. И, наверное, я в том, что я думаю, что дети будут делать это, если, как я скажи? Пу-бабушка. Простом 7 лет в ряда. И не говорю, что это плокастовый спали. Скучайте, пеглядно. Простите 7 лет в ряда на куку по-бабушка. А все привлекли то что вам и они хватают. Дальше. Вы говорите, что вы разрываете на армию. Нейте своей маме и отцу бабушке. Вы не хотите обидеть маму своими действиями. А понимаете в тем момент, что вы можете обидеть кого-либо. Только в том случае, если считаете, что можете кого-то обидеть. А вы не можете кого-либо обидеть, если вы знаете, что никого обидеть вы не всего. То есть, то есть, образно говоря, до тех пор, пока вы считаете, что в состоянии кого-либо обидеть, вы действительно будете допускать тот факт, что вы можете кого-то обидеть. Что на самом деле, повторюсь, это совершенно не так. И никого обидеть, в принципе, вы не можете. Ну, потому что обиды так не работают. Во-первых. Во-вторых, я надеюсь, вы понимаете, что по большому счёту обиду, вот как ваша мама, обиду используют для манипуляций. Для желания вызвать чувство вины у человека и заставить его таким образом делать то, что хочется именно тому, кто обижает. Иными словами, до тех пор, пока вы не будете вызвалывать на себя ответственно за то, что чувствуется, отошлощают другие люди. До тех пор, пока вы будете это делать, ну, в общем-то, у вас будут сложности, потому что, если вы можете на себя вызвалить ответственность за другого, причём взрослого человека, то я полагаю, если вы можете это сделать, почему бы этому самому взрослому человеку не отвалить эту самую ответственность на вас. Ну, просто потому что вы же это позволяете делать, так почему в таком случае человеку бы это не сделал, если вы это ему позволяете. Вот такой важный нюанс здесь есть. Дальше. Я не хочу обидеть маму. Да. Да. То есть здесь вы говорите про её некоторые ожидания. Просто вы говорите, что мама чего-то от вас ждёт, мама чего-то от вас хочет. На ночь. Ну, нам есть, грубо говоря, партизаны. Это то, что вы хотите за наше будущее. Другой вопрос заключается в том, согласны ли вы с этими партизанами? Согласны ли вы с тем, что эти партизания имеют место быть? Согласны ли вы с тем, что эти партизания оправданы? Ведь если нет, если вы с ним не согласны, то и, грубо говоря, вы не обязаны им этим самым партизаниям следовать. Если, конечно, только вы, ну, как повторить, если вы с ними не согласны. То есть если вы, если вы с ними согласны с партизанами, да, мамы, то, да, в таком случае, конечно, вы можете стараться и стараться. Но если нет, если нет, то делать этого не стоит. То есть всё зависит здесь от того, как вы относитесь к её партизанию. И, я бы сказал, ну, в какой-то степени, наверное, наверное, не отреагировать на чистое вины, которое у вас есть. То есть вот это чистое вины к маме. Ну, чистое вины, да, к маме. Вот. Собственно, это является, на мой взгляд, достаточно серьезной проблемой здесь, которые вам нужно решить. Чуть вины. Страх обидеть. Проблема личных границ. Потому что нет ограничений. Себе и своему. Вот. Дальше. Так, не хочу обидеть, но по бабе-бабушке я тоже скучал. Ну, здесь, как я сказал, вы находите в партизе жерква, вы хотите уходить всем от ненормально, вы не можете сделать выбор. Вы не доверяете себе. Вы боитесь ошибки. Вот. Потому что, ну, очевидно, очевидно, что мама у вас, она такая, достаточно влажная, да, и причем эта влажность, она получается такая. Такая вот, она не гласная, это влажность, то есть она, ну, такая, она скрытая. Глазность, это влажность, это влажность через, ну, через вот такую манипулятивность получается. И вы привыкли, что мама на ваши плечи и на плечи вашего отца, как бы накладывает ответственность за то, чего хочет сама, сама, сама. Ну, это не совсем, конечно, корректно, это не совсем, конечно, хорошо для вас, но, повторюсь, это выбор исключительно ваш. То есть, никто не может вас заставить без вашего выбора, без вашего выбора. И это вы не хотели этого делать, и в этом не делали. Ну, а мы вас чувствуем с чистой вины, которая вносила вам, скорее всего, ваша же мама. Так, вчера я позвонил, мол, помнишь, я предлагал съездить, давай на следующей неделе сгоняем. Бабушка давно не видела, соскучилась. Я-то не против, сказала, что маме надо видеть, что я другой человек, еще я сама, ехать и не ехать. Потом немного погодя, мама говорит, этот человек предал нас, не один раз, сделал только нехорошее, и будет хорошо делать, ты соглашаешься ехать с ним. Ну, собственно, собственно, здесь происходят манипуляции, да? Ну, вот, здесь происходит, как бы, вход в детское такое состояние. Вашей мамы, вот, то есть ваша мама становится таким, таким, капризным ребенком. Вот, потому что, ну, знаете, как ребенку, вот, обиженный, обиженный ребенок, вот, здесь ваша мама становится обиженным ребенком. И, по факту перекладывает ответственность, значит, за то, что хочет сама на вас. Вот, что вы, что вы ей, в общем-то, благополучно позволяет делать. Потому что, наверное, считаете, что вы ей чем-то большим, большим. И сказать, сказать одноизначное слово, как или иначе. Так, значит, на что я ответил на то, что понимаю, сын и бабушка сразу рано или поздно добьет свою, а мы сразу с ее. Ну, здесь вырисовывается еще один учебник вашей семьи, это бабушка, которая тоже, получается, манипулирует, ну, только уже не вами, а вашим отцом. Вот, она манипулирует. И получается, что бабушка давит на отцом, давай, когда я приехал, давит, то есть, не такими, с чувством, вернее. Вот, как, да, вот, например, ваши, может быть, маны. Вот, и, как бы вы, собственно, ну, боюсь, что вы даже не замещаете этого. Не замещаете того, что одна манипуляция здесь накладывается на другую манипуляцию, и одна манипуляция предпринимается для реализации другой манипуляции. То есть, люди, по факту, люди очень не свободны. И вы, в том числе, потому что я полагаю, что такая манипулятивная школа, она не могла не отродить на вас. Я полагаю, что вы, скорее всего, тоже склонны, так там, чтобы манипулировать. Ну, конечно, может быть, вы делаете это не так, может быть, вы это делаете более мягко, не так очевидно, но, скорее всего, вы тоже используете и обиды, и манипуляции, потому что свои чувства вы предпочитаете зажимать, а они у вас, ну, никуда не деваются, вот. Хотя, может быть, ситуация немножко и по-другому. В кладбиции я был бы рад, если бы это было так, но, тем не менее. Как правило, практика показывает, что, ну, вот именно такие эффективные модели, они работают. Значит, так, я отвечаю, что я понимаю, что бабушка, когда она не будет объездом в транспорте, а папа будет манипулировать и дальше, кто не знает, что у меня мягкий характер. Ну, то есть, по сути, вы хотите сказать, что он в курсе про то, что у вас мягкий характер. Вот, вы, по сути, хотите сказать, что он, воспринимаете его, свой мягкий характер, как некую константу, да, это просто константа, от которой нужно оттолкиваться. Оттолкиваться, воспринимая ее, эту константу, получается, во внимание. Ну, если это так, если это так, я бы сказал, что вы здесь находитесь в позиции жертвы. У меня, это не так, это, как вы здесь, понимаете, что вы думаете, это, если вы выбор, быть мягким. И то страхи на примере. Из-за страха, допустим, перед гневом, нами перед гневом, стапит, может быть, вы просто конфликта баиды, баиды. Потому что, когда вы сказали, ну, когда вы говорили про это, что вот он может позвонить и все равно позвонил. И такое ощущение, что если бы сказали нет, то он бы взорвался, он бы, вот, негативно бы отреагировал. Это может быть страх, как раз, такие, страх негативной реакции, страх конфликта, страх какого-то вот неудовольствия, неудовлетворения. То есть, страх противоречия, адапт и так далее. То есть, такой может быть негатив все корректировать, конечно, но пока есть ощущение, что вы всеми силами пытаетесь конфликта, конфликта избежать. Вот, хотя конфликта избежать в определенных ситуациях невозможно. С конфликтом можно только работать. Вот, конфликта можно только рассматривать. Дальше, значит, так, ну, такой уж заложили с детства, что сделать. Видите, это основа взятвленной правительства. Это отказ от того, чтобы себя менять. Это отказ от возможности что-то изменить. Это отказ от, по сути, от свободы, если у вас происходит отказ. Это отказ от свободы, от свободы, к сожалению. То есть, я не знаю, дает ли вы себе отчетку, это отказ от свободы, от своей собственной свободы и от права выбора. Ну, своего выбора, так сказать. Такой же, эээ, такой мне отдельный вот. Такая, да, 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 это как раз, эээ, ну, как бы, уход от ответственности, к сожалению. Вот, ну, в любом послушании, уходить от ответственности или нет. Или нет, или нет. А он�ца, только во то Он оооо, pol ко всегда, или нет, так вот, эээ, а это не такой. Ну вот, ну, погнали на все, ээээ, вперед Zucker. Ну, нет, это чем. Измененен, эээго. Измененен то. То есть. Так. Итак, это слово я, любви и ласка. То есть, любовь и ласку мне здесь следует понимать так, что вы не привыкли полагаться на себя. Я правильно вас понимаю. Так, это мне здесь не вспоминать, потому что любая плодка по-вашему, именно по-вашему, по-вашему, это то же самое, что и недоверие себе. Это то же самое, что не принято решений за себя, не принято решений за свою жизнь, не принято решений за свои, ну, не принято каких-либо решений вообще. Вот, то есть, это мне последует понимать под любовью и лаской, или что. Просто я хочу, я хочу понять. Пока что, не очень, если честно. Я понимаю. Я понимаю, что другая, но мне бы смеется ответить очень по-другому, но я не другая. А вы хотели бы так ответить? Я решила, что поехать на обстановку сказки с карастином. Так уже отменила. После об этом сказал он сказал он, что езжай, чедра, развеется с бабушкой видишься. Сегодня папа мне звонил, спрашивал, что я решил насчет поездки. Голос у него был такой, как будто, если бы я сказала нет, он был бы, наверное, снадал и он обвинил бы это по тому, что она меня настроила против папы, против поездки. Могите советам. Советам, в чем, я думаю. Как-то здесь больше говорить про других людей, нежели чем про себя. Понятно? Вы говорите про других людей, вы говорите про своих родителей, вы говорите про них, а не про себя. В чем, собственно, проблематика? Г-г-г-говорить вам нужно про себя решать проблему. Вам надо бы свои, а вы говорите про других людей. Ну, как бы, это очень серьезный показатель того, что вы склонны жить в жизни других людей. Собственно, это очень сильно бросается в глаза, очень сильно это бросается в глаза. То, как вас вот волнует, что вас беспокоит, что подумают там про вас бабушка, папа, мама и так далее. Ну, как бы, это очень сильно бросается в глаза. Такой, такой момент, такой момент, такой аспект это то, что я могу вам ответить, то, что могу вам показать. Дальше. Так, ну, про совет, в принципе, мной уже было все сказано, да. Ну, то есть, я достаточно четко, надеюсь, сказал, что совету психологи не дают, вот. Вам нужно определить с тем, какую свою проблему вы хотите решить, вот, чтобы адекватно ее решить. И, собственно, в этом мы вам и поможем. Вот, это мы можем сделать. Решить какие-то ваши проблемы. Ну, какие, какие скажут, собственно говоря. Вот на этом, я думаю, и можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что вам это было полезным. Я надеюсь, что вы сделаете для себя выводы. Я надеюсь, что дал вам пищу для размышлений, вот. С точки зрения психологии, вам нужно разбираться в себе эмоционально, эмоционально сепарироваться от своих родителей. Потому что сегодняшний день эмоционально, от них вы не сепарированы. То есть вы недостаточно сильно зависти от них от того, что они делают, от того, как они себя ведут, от их модели поведения, от их настроения. А это все очень сильно мешало. К сожалению. Вот, то есть что я могу вам ответить, исходя, по крайней мере, из того, что вы написали. На этом все. На этом все. Я желаю вам всего самого доброго. Я желаю вам удачи. Я надеюсь, что ситуация, которую вы описываете, благополучно для вас будет разрешена. Всего вам самого доброго. И удачи. Хорошо. На этом все. Вашили. Конечно. Продолжение следует...